Друзья, всем привет! Вы на канале Арина готовит. В Корее есть очень полезное блюдо, который называется Чонбокчук. И сегодня я вам покажу, как его приготовить. Ну что, поехали! Прежде чем начать приготовление этого блюда, вначале нам нужно помыть рис и замочить его хотя бы на полчаса. Вот это морские ушки. И если вы знаете, они как лекарство для больного, в нем очень много витаминов, его употребляют при упадке сил и его полезные свойства приравниваются к женьшеню. Вот для начала нам нужно их хорошенько помыть. Вот берем мы щетку и их вот трем. Вот слегка вот потерли каждую складочку. Затем берем ложку. Вот видите, здесь вот тонкая сторона, а здесь потолще. Вот берем где вот тонкая сторона, вдеваем туда ложку и вот просовываем и будет, знаете, такой вот как бы щелчок будет. Вот. Затем берем с противоположной стороны, вот нажимаем пальцем и эту часть отодвигаем. Вот видите, вот это двинули и выходит вот с этой стороны зуб. Вот это все убираем. Затем вот эту вот часть, это внутренность, она нам тоже нужна. Вот берем, вот так вот вытаскиваем ее. Так, вот. И здесь есть такой вот небольшой такой мешочек, его нужно будет удалить. Промываем. Вот берем помытые морские ушки и режем их мелко. Можете резать как хотите, как вам нравится. Можете просто вот на такие части их нарезать, а можете еще мельче. Внутренность морских ушек мы нарежем ножницами. Вот так. Но если вас, вам кажется, не нравится, как бы вы можете внутренности выбросить, их не класть, на ваше усмотрение. Но вообще вся фишка, вот именно изюминка, вот именно в этом. Затем нарежем мелко морковь. Вот вымоченный рис мы кладем в миксер и будем его перемалывать. Или даже если вы его не вымочили, у вас нет времени, можете тоже взять просто его помыть, положить его в миксер и перемолоть. Но перемалывайте вы просто берете вот раз, два, все. Больше не нужно перемалывать. Но если вы хотите, чтобы он у вас был как пюре, то можете его перемолоть хорошенько. Я как бы люблю, чтобы рис как бы был, ну хотя бы половина рисинки, вот и то я вот перемолю его слегка, буквально на 1 и 2 и все. Вот. Наливаем в кастрюлю кунжутного масла. Затем кидаем наши вот нарезанные морские ушки и слегка их пассеруем. Вот слегка попассеровали. Затем берем, кладем внутренность. Вместе с ним пассеруем тоже слегка. Затем наш перемолотый рис кладем. Вот. Еще раз слегка перемешаем. Затем наливаем воды. Можно просто воды, но я взяла именно рисовую воду. То есть это я помыла рис, и это где-то вот третья-четвертая вода. Вот. Наливаем воды и будем варить. Не отходите от кастрюли и обязательно перемешивайте, потому что он может все прилипнуть и подгореть. Вот. Так как у меня, как бы, кастрюля, она сама мешает, я закрою крышку и буду так варить. Вот. У нас немножечко поварилось. Сейчас возьмем мы, проверим. Вот. Видите? Как бы, уже практически сварилось. Кидаем морковь. И, если вам надо, по надобности, можете положить еще немножечко воды. Вот. Кто-то любит густое, кто-то любит жидкое. Так что вы смотрите и кладете сами, по надобности. А соль мы будем ложить в самом конце. Вот. Еще варим на медленном огне обязательно. И перемешиваем. Ну вот и все. Каша наша готова. Вот. Солите по вкусу вашему. Вот. Выключаю я. Вот. И наша каша готова. Вот. Набрали мы в чашку нашу кашу, которая называется чембукчук. Затем берем вот кунжутные семечки перемолотые. Это обязательно нужно положить, так будет вкуснее. Вот. Берем вот. Не жалеете. Кладете. Затем Немножко кунжутного масла. Слегка. Так. И Ну и для красоты Зеленый лук. И все. Блюдо наше готово. И можно его кушать. Вот и готово блюдо, которое придает нам силы и здоровье. Давайте его попробуем. Аромат такой стоит. Ммм. Обалденный. Перемешаем. Просто объедение. Я советую вам это блюдо приготовить. Ну, оно просто, ну, очень вкусное. Ну, а самое главное, оно очень полезное. Ммм. Ммм. Вкусно. Ну, вот и все. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы увидеть новые видео. Ну, а я с вами буду прощаться. До новых встреч. Всем пока. Анньоу. Жмите на колокольчик. Субтитры подогнал «Симон»